Здравствуйте! В эфире программа «Политкухня» и я, ее ведущий, депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков. И сегодня мы поговорим о детях, вернее даже о поддержке детства со стороны государства. Да и дата подсказывает Международный день защиты детей. Один из самых старых праздников, который ежегодно отмечают уже с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной Демократической Федерации Женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Организация Объединенных Наций поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Вот об этом мы сейчас и поговорим. А поводом к выбору темы стал не только прекрасный праздник, но и ваши многочисленные обращения с просьбами еще раз прояснить ситуацию с организацией детской летней оздоровительной компании в Архангельской области, а также с так называемым региональным материнским капиталом для мам, родивших в возрасте от 22 до 24 лет включительно. Но теперь обо всем по порядку. Детская летняя оздоровительная компания уже началась, а вопросы и сложности все еще остаются. Хотя в правительстве Архангельской области уверены, что особых проблем тут нет, и детей в этом году отдохнет больше, чем в прошлом. Может, так и будет, но уровень компенсации стоимости путевки в некоторых муниципальных образованиях существенно упал. И связано это прежде всего с уменьшением финансирования детской летней оздоровительной компании из областного бюджета. Просто субсидии муниципальным образованиям Архангельской области сократились по сравнению с прошлым годом. Мы с коллегами-депутатами областного собрания предложили этот пробел устранить и перекинуть 35 миллионов рублей из резервного фонда правительства Архангельской области. Что-то вроде страховочного варианта. Но наше предложение, к сожалению, не нашло поддержки ни у чиновников, ни у большинства депутатов. Повторюсь, многие почему-то уверены, что детскому отдыху ничего не угрожает, и страховочные варианты тут не нужны. Детей в этом году отдохнет больше, чем в прошлом, и это главный показатель. Согласен, показатель важный. Но почему-то мало кто говорит, что большая часть детей отдохнет не в специализированных детских оздоровительных лагерях, а на пришкольных площадках. Но разве это отдых? Ладно, давайте разбираться, что делать в уже сложившейся ситуации. У родителей, по сути, есть несколько вариантов. Первый – отправить ребенка на пришкольную площадку, оплатив при этом лишь отдельные мероприятия. Например, поход в кино или цирк, организацию праздника и так далее. Второй – претендовать на частичную оплату стоимости путевки, будь это лагерь в Архангельской области или за ее пределами. Но тут установлены свои лимиты. Например, региональное правительство установило пределы компенсации для лагерей, находящихся на территории области – 802 рубля в день. За пределами – 600 рублей в день. Но в то же время все муниципальные образования имели право установить и свои пределы. Поэтому уровень компенсации лучше уточнить в местной администрации, где и написать соответствующее заявление. И, наконец, третий вариант – получить бесплатную путевку по линии соцзащиты. Но тут есть одно условие – ребенок должен находиться в трудной жизненной ситуации. Как уверяют в правительстве, под эту категорию можно подтянуть чуть ли не каждого, так как формировка достаточно размытая. Путевок по этому направлению закуплено порядка 3000, и это лагеря Архангельской области и Краснодарского края. Что ж, варианты, как мы видим, есть. Но более подробную информацию лучше получить в структурных подразделениях ваших местных администраций и отделениях соцзащиты. А в случае возникновения проблем готов оказаться действие. Пишите мне в социальных сетях или звоните по указанному номеру на экране. Теперь о региональном материнском капитале для молодых мам. В этом году правительством Архангельской области совместно с депутатским корпусом было принято решение о введении своего рода материнского капитала в размере 30 тысяч рублей молодым мамам в возрасте от 22 до 24 лет включительно, родившим в этом году своего первого ребенка. На эти цели в областном бюджете заложено более 37 миллионов рублей. Диапазон возраста для молодых мам тоже выбран не случайно. Как уверяют эксперты, это самый лучший возраст для первых родов. Но я точно соглашусь с теми, кто считает выбранный диапазон узким. А как же остальные? Кто родил первенство годом ранее или позднее? Думаю, что стоит посмотреть, как отработает мера в этом году, и тогда уже думать о расширении. Но пока, как выяснилось из многочисленных обращений, о существовании этого материнского капитала знают далеко не все. Так вот, право на его получение имеют молодые мамы с российским гражданством, родившие своего первенства в возрасте от 22 до 24 лет включительно, также имеющие место жительства или пребывания на территории Архангельской области не менее трех лет, и среднедушевой доход семьи, не превышающий прожиточного минимума на душу населения. Внимание! Прожиточный минимум на душу населения в Северодвинске, Пинежском, Лешуконском, Мизенском районах, на Соловках и Новой Земле составляет сегодня 14 857 рублей. В остальных муниципальных образованиях области 13 056 рублей. Для получения выплаты нужно обратиться в местное отделение социальной защиты населения, но не раньше, чем через два месяца со дня рождения ребенка. Там же вам откажут и всю необходимую консультативную помощь. А если все же возникнут проблемы, то вы знаете, как меня найти. На этом я с вами прощаюсь, поздравляю с праздником и желаю всего только самого доброго и хорошего. Это был очередной выпуск Политкухни. До новых встреч!